друзья всем привет сегодня у нас будет первая пробная попытка забрасывать магнит в речку качестве речки мы выбрали речь а вот написано река щеголиха река щеголиха мы сейчас спустимся туда вот под мост и попробуем побросать поисковый магнит и так друзья смотрите здесь какой у нас прекрасный водоем чистейшая вода здесь где-то вон там там не даже с головой там глубина глубина там достаточно про лично здесь я могу перейти значит просто просто ногами перейти с этим на этом водоеме мы ребят собрались не просто так это с этим водоемом у меня связано детство моё мы сюда ходили купаться когда-то когда находились в селе фидосевка да вот ну смотрите ребят немножко сторону начал отходить сегодня у нас первая заброска поискового магнита редмак редмак я сейчас открою вам покажу естественно редмак 2 f200 это я смотрите на ссылочку под видео ребят это магнитик который я купил в прошлом году вот так вот он выглядит вот так вот он выглядит ну обзор смотрите под видео ребят двухсторонний магнитик сейчас мы к нему привяжем вот такую вот веревку веревку на веревку я обзор не делал смысла большого нету просто вам зачитаю ребят чтобы вы знали это шнур плетеный сердечником 16 при 1 8 миллиметров длина 30 метров здесь разрывная нагрузка 700 килограмм ну кто не знает для чего это делается если вы этот магнит удачно пролепите к чему-нибудь на дне водоема то можно будет его хотя бы надежда будет его оторвать поэтому сейчас давайте привязываем и будем пробовать забрасывать привязываем магнитик ребят на самом деле в интернете на профильных сайтах там прям технология есть привязывания но мы сделаем по старинке стандартный узел который обычно я вижу он не развяжется этот узел вот принципе его можно использовать вот его возможно развязать потом тяжело будет но принципе я не как бы особо не планирую здесь ничего развязывать вот так вот связываю короче ребят ходит легенда старинная легенда старинная что здесь есть какие-то сокровища на дне этой речке сейчас мы будем их доставать но если сокровища не достанем хотя бы речку почистить ну что ребят первый заброс делаем я вообще не знаю как его бросать его ни разу не бросал вообще ну все сейчас караси какие-нибудь пойдут ребят это вообще легко тянется об она что-то было это примагничивалась это похоже так просто эффект такой когда по дну поднимаем его короче вообще ничего нету никаких не карасей ничего тут же упорство важно во всем этом деле поэтому про попытка номер еще 2 будет хорошо что я не купил магнит который больше потому что ребят он тяжелый и так просто его не забросить на самом деле здесь вроде бы расстояние небольшое но все равно как бы не просто бросать его а что-то примагнитилась нет уже не маме а так вначале показалось что что-то магнитится там да ничего нету чистый магнитик ничего не наблюдалось не идет как будто что-то там есть но потом легко идет может я его так легко сдергиваю не знаю сейчас бросим раз 10 потом локацию поменяют так смотрим вообще ничего нету какие-то камешки а ну какой-то поймал кусочек железячки типа гвоздика или крючок или проволока старая что-то как это ерунда так или уходи в сторонку пробуем еще ребят пробуем здесь понимаете в этом действии важно упорство ловись рыбка большая маленькая сокровища ждут нас илюха короче в этот раз только тина морская ничего нету вообще ничего нету ну похоже здесь возможно и нет ничего так может быть и даже и 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 не ничего нету у ребят у нас первая находка какой-то кусок проволоки причем зайти его на она такая ржавая она здесь похоже уже очень давно или это кусок электрода непонятно короче ну уже что-то местами сильно ржавая ну как бы уберем в сторонку ничего не найдем так хоть водоем почистим ребят продолжаем кидать дальше ребят у нас очередная находочка смотрите гвоздик это просто офигенская находка нормальный гвоздик видите еще какая-то маленькая шняга тоже магнитится очень хорошо так ребят в этот раз у нас пробка болен измазался грязью пробка то что-то совсем новая миллер где кто-то пил негодяй бросил пробку может там и бутылка валяется так ребят продолжаем сейчас бросим вон туда по диагонали до берега следующая локация ребят так а чё это как речка называется контровод капец вот такая вода желтая по сравнению с этим как там было под мостом тут желтому всякий рыбак какой-то сидит короче вот это вот ребята мост вот это может вот это вот желтая страшная масса это контровод называется получается видите из-под моста вытекает капец итак ребят вот здесь то вот в этом как раз таки водоеме нас ждет так железка раз железку нашли ну смотри бросая все это курсу за ногу такая шуха оттуда утягивает сейчас должен сказать но ты не ну ты индейс я балде бам-бам да вообще ничего нет вообще ничего нет за то что ты тебя не бросаешь вон туда бросаю вон туда вон туда вон туда давай нормально размотай прям два и туда с ним вместе пошел нырять а вот здесь включи все подряд и что пошел вот стой да он уже утонул рыбалка тело тонкое тянуть не надо а веревка это не то вот что у нас тихую есть легкая муку ест могла kat доставить сопротивление поможет не дергать не надо да идет клет 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 она возможно не хочет в сторону а там курсе свая Вкопано на 7 метров, да? Я говорю, там машина может легкая будет. Вот эти колючки противные, вон они треугольные, видишь? Так, еще нету. Еще нету. Еще сильнее, Сирога, давай. Туда, дальше. Давай, вот туда. Сейчас сюда будем тянуть. Марин, переходи сюда. Вау, Лех, слушай. Лех, тебе с первого раза повезло. Сейчас будет ржавой, руки не от нас. Это, не, не, находка, зачем ты так бросил ее? Пап, возьми эту штуку. Мы находки же все собираем. Нет, нет, у нас, это находка, сюда, клади ее, мы потом покажем все находки за день. Это 19 век, даже конец 18, я думаю. 16 с половиной, вот, смотрите, вот тут вот, видишь? Нет, точно, конец 17 века точно где-то, вот, посмотри. Поржавше не вижу. Ну, давай, Лех, давай, вот, будем тянуть то, что я вот там и нашел. Нормалек. Короче, в этот раз ничего, да? Давай, Лех, еще раз. В ту сторону бросай, вот, как я бросал. Вот, закинем. Ага. Короче, неудача в этот раз, ребят, неудача. Попытка номер 5. Нормалек, ты что-то на мозг не забросил, Лех. Это все, все рассчитано, вообще-то. Давай, давай, тяни. Знаете, что траектория размаха равна траектории не размаха. Серега, быстрее, камеру сни. Марина, снимай. Где ты? Вау, смотри. Ничего себе, это что такое? Это от динозавров, видать, что-то. Это что-то очень древнее тоже. Сколько по массе? Какая масса? Ну, килограмм 25 где-то, как минимум. Да нет, ну сколько? Килограмм есть, нет? Меньше полкилограмма? 700 грамм где-то. 700 грамм. 8 рублей, ребят. Смотрите, ребят, что я вытащил. Короче, проволока. Проволока. И здесь еще крючки. Во, какая снасть. Во. Смотрите, что я нашел. Крючки. Раз, два, три, четыре, пять крючков. Причем целенький. Оторвался от поводка, видимо. И проволока. Видите? Класс. Сейчас будем еще пробовать. На тебе вот это. На тебе вот эту проволоку. Слушай, нормально прилипает? Сюда бросаю. Так, ребят, давайте еще одна попытка. Еще одна попытка. Так, ребят. Что-то у нас есть в этот раз. О. Деталь от газа. Это что-то от запчасть какая-то, от чего-то. От этого. Крыло какую-то часть или что-то. Цепь закрывает. Нет, ну что-то массивное для велосипеда. Вот здесь где-то полкилограмма где-то. Вот от этого уже мотоцикл, видите, совпадает цвет. Похоже, часть там, часть здесь. Хотел зал, что ли? Ну, смотрят, член-керепондент стоит. Здоровый. Ну что, есть еще-нибудь? Может он там надо? Дверь попробовать. Попробуй, давай. Ну-ка, 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 давай. О-о-о, Марина, готовься. Так, что здесь у нас? Офигеть. Слушай, я тебе говорю, там на дне мотоцикл лежит. Дай-ка сюда эту штуку. А это, похоже, трусы этого мотоциклиста. Посмотри. Я тебе говорю, это трусы его, посмотри. Слушай, может быть и он там где-то сидит до сих пор. Тут и рагушечки, кстати, есть. Давай, Лёх, давай, возможно, мотоцикл там целый лежит. Закидывай, закидывай туда. Я так вот, ребят, держу и знаете, что думаю? Мне кажется, что вот эта вот фара была, это от мопеда, от мотороллера какого-то, передняя крышка. Мы сейчас загуглим в интернете, посмотрим, я вам покажу на экране. Ребят, особо мы ничего интересного не нашли в этот раз. Всякая проволока, куски железа, короче. Поэтому на сегодня все, всем пока.